Здравствуйте! Это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христына Стэть. Международная контактная группа высказалась за скорейшее проведение президентских выборов в Венесуэле. Такое заявление обнародовала служба внешних действий ЕС. Участники встречи осудили использование силы против гражданского населения. Сегодня с моим гостем, чрезвычайным и полномочным послом Украины, директором дипломатической академии имени Геннадия Удовенко, Сергеем Корзунским, обсудим ситуацию в Венесуэле. Здравствуйте! Спасибо вам, что вы пришли. Ну вот, по поводу этого предложения, да, внеочередные президентские выборы и как можно скорее, как вы оцениваете перспективы и, собственно, каким-то образом и каким это может решить проблему. Вот обостренную ситуацию в стране. Вы знаете, хочется верить, что вот эта самая международная контактная группа, международное сообщество вынесло уроки сирийского кризиса. Когда тоже были, вначале предпринимались попытки разрешить этот конфликт быстро, чтобы Башар Аль-Асад ушел от власти и были в стране проведены выборы. Но, как вы знаете, к чему это привело, этого не произошло. Он получил поддержку в том числе от России, от Ирана. И в результате мы имеем многолетнюю гражданскую войну со страшными, в буквальном смысле, последствиями для этой прекрасной, в сущности, страны. Я надеюсь, что в Венесуэле этого не произойдет. И, скорее всего, причина здесь есть в том, что есть явный лидер оппозиции, который имеет определенную, так сказать, легиметизацию от своего парламента, который позиционен к Мадуро. И который считает, что он победитель выборов. И он признан 50 странами. Это немножко ситуацию как бы переводит в такое русло, когда можно договориться. И я думаю, что сейчас именно эти усилия предпринимаются. Южно-африканская группа стран, 14 стран, так называемая лимская группа, они поддержали Гуайдо. Несколько стран типа Куба, которые, так сказать, боливарианский вариант социализма, это такое идеологически родственное учение. Они его поддерживают, поддерживают Мадуро, и Россия туда вмешалась. Я думаю, что было бы, конечно, здорово, если бы можно было провести выборы. Единственный вопрос, удастся ли это сделать демократическим способом, открыто, потому что реально идут столкновения, есть жертвы, уже есть оружие с обеих сторон, люди начали стрелять. И это, конечно, очень плохо. А какой фактор или, может, какие факторы более всего или больше влияют на ситуацию? Это внутренний фактор населения внутри страны, это вот это противостояние. И в этом контексте, насколько мощную внутри страны позицию имеет Гуайдо, лидер оппозиции. Или, наоборот, внешний фактор. А внешний фактор, я говорю, имею в виду противостояние США и России. Потому что даже по опыту того, что происходило в Украине, мы замечали, что иногда есть какие-то процессы, когда ты не понимаешь, что происходит, почему происходит. И есть ощущение вот той третьей стороны, которая вмешивается, каким-то образом влияет на процесс. Тут только вопрос, насколько сильно вмешивается и влияет. Ну, уже почти 20 лет Соединенные Штаты очень критически относятся к тому, что происходит в Венесуэле. Там, с момента прихода, собственно, Уга Чавеса, он всегда был очень агрессивно настроен по отношению к Вашингтону. И, конечно же, они всегда хотели изменить режим. Однако, на определенном этапе, опять же, там есть идеология. Идеология боливарианского социализма. Я бывал в Венесуэле, я видел это. А я вам хочу сказать, это немножко выглядит таким забытым для нас Советским Союзом. При том, что значительная часть населения страны живет просто в ужасающей бедности. Это при том, что там огромнейшие запасы нефти. И нет туалетной бумаги у большинства людей, да? Да, об этом мы даже и не говорим. Ну, это как показательный пример абсолютно. Там фавелы, вы бы видели, как живут люди вокруг Каракаса. Это просто ласточкиные такие гнезда, налепленные на холмах, хижины. Это достаточно тяжелое зрелище. И когда вы улетаете из Каракаса, у вас облегчение в душе. Потому что город, в общем, такой очень тяжелый город. Это еще раз я хочу сказать. При том, что сама по себе земля очень богатая. Там есть нефть, и там есть другие природные ископаемые. Но, с другой стороны, все-таки Чавесу удавалось держать страну под своим контролем. И даже невозможно было себе представить вздох оппозиции. То есть обычно диктаторы любят. Они очень хорошо финансируют службы безопасности, армию для того, чтобы они их защищали. Но когда Чавес умер и пришел Мадуро, он, по-видимому, не оказался таким же харизматичным лидером для этих самых аппаратов безопасности. Ему не удалось полностью перехватить власть. Возникла ситуация, когда были выборы. И именно результаты, оспаривание результатов этих выборов привело к тому, что мы сейчас видим. Проблема в том, что, скорее всего, Гуайдо не был готов. Он объявил 1 мая, давайте, все, вот мы, это конец правления Мадуро, конец дискуссий. Мы начинаем восстание против него. Но ему не удалось перетянуть на свою сторону армию. Лишь небольшие подразделения стали за него, так сказать, выступили. Это привело, он признал, к провалу попытки вооруженного, так сказать, свержения Мадуро. Я бы очень хотел, чтобы они нашли какой-то компромисс. Вот в этом сейчас и вопрос. Я думаю, что идут серьезные переговоры. И, скорее всего, именно поэтому Трамп звонил Путину, чтобы сейчас все стороны успокоились и, возможно, провели выборы. Это было бы для всех хорошим выходом. Тогда, можно было бы сказать, окончательно и бесповоротно, это как наш третий раунд, если хотите, во время помаранчевого революции. Некоторое компромиссное решение, которое позволило избежать противостояния и серьезных внутреннего конфликта. Это было бы, конечно, здорово. Ну, даже вот если мы говорим о позиции Соединенных Штатов, там не все цельно. Потому что, если мы говорим о президенте Шадон Ле Трампе, он сказал, что он в ни в коем случае не будет ввязывать военных в этот конфликт. Но если мы говорим о госсекретаре США Майке Помпео, то он заявил, что США могут предпринять военные действия для урегулирования кризиса. Это первое. А второе, он так решительно заявил американской телекомпании ABC, дали его слова, русские должны уйти. То есть мы видим, что даже риторика и Помпео, и Трампа немножко отличаются. Тут, наверное, надо изначально найти компромисс с Соединенным Штатом, чтобы выработать единую позицию, как мы действуем. А потом уже садиться за стол переговоров всем вместе. Ну это как, за два с половиной года уже третий раз дискуссии идут между госсекретарем и ближайшими советниками Трампа и самим Трампом. Трамп очень не классический, необычный политик. Это совершенно очевидно для всех уже. И я, к сожалению, это говорю, я имею в виду, что хотелось бы, чтобы власть Соединенных Штатов в Вашингтоне была единой и четко проводила политику. К этому привык весь мир. Но именно в этом одна из причин того, что русские туда вмешались, как раз заключается именно в этом. Потому что они видят эту слабинку. Они видят, что между Помпео и Болтоном, с одной стороны, которые имеют репутацию таких жестких политиков, которые готовы на применение силы, и самим Трампом, который очень далек от спецопераций и военных, он бизнесмен, он шоумен. И ему важнее найти решение в такой блистательной манере, чтобы потом написать красивый твит, что я решил проблему. Смотрите, как изящно и мирно. Америка не потеряла своих солдат. Я вам получил положительный результат. Но с другой стороны, опять же, мы должны понимать, что всему есть предел. И, скорее всего, это взаимонедопонимание, которое наблюдается в Вашингтоне. Я думаю, что они там сейчас серьезно пытаются найти компромисс между Белым домом, Госдепом и Советом национальной безопасности, и Пентагоном, чтобы окончательно определиться со своей позицией. Что касательно России, то вы знаете, там незначительный военный контингент, но он, скорее, для Путина очень символичен. Он показывает американцам, я не боюсь играть на вашей территории. Это очень серьезный, это очень негативный сигнал. Одно дело, Сирия, даже Грузия, Украина, это где-то там далеко для Трампа. Но Венесуэла, это уже рядом. Рядом Колумбия, которую еле-еле-еле привели, так сказать, в чувство после кокаиновых историй, войн и так далее. И сейчас там огромные усилия, чтобы эта страна стала мирной и процветающей. И тут не хотелось бы, конечно, для американцев, чтобы в Южной Америке разгорелся пожар гражданской войны. Поэтому я думаю, что эта политика сейчас, вот они сейчас пытаются за кулисами, скорее всего, эти переговоры идут очень интенсивные, в разных форматах, найти некое мирное решение. А вот это вторжение России, по сути, на де-факто, да, вот американскую территорию, какие может иметь последствия? И если в этом контексте мы говорим и о конфликте на территории Украины, да, война России против Украины, ну, Штаты здесь не последняя сторона, которая принимает участие в решении этого конфликта. Каким образом вот это вторжение на территории Штатов может повлиять и вот на нас? Знаете, надо вернуться для того, чтобы понять, что происходит в отношении нас, надо вернуться к 2007 году, когда в Мюнхене Путин произнес свою знаменитую речь и фактически впервые сказал «Мир теперь другой». Больше Россия мирится с постмировым порядком, когда Россию победителя обидели. Вы обещали не развивать НАТО, вы обещали не продвигаться на восток, вы это делаете. Мир не услышал, и теперь даже это признали во всех столицах, мы не услышали этот месседж. 2008 год, Грузия. Опять, что продолжилось? Продолжилось расширение НАТО и продолжилось расширение Европейского Союза. И когда только возникла подходящая ситуация в Украине, Путин вмешался, еще раз показывая Западу, что я вам говорил, они же обвиняют американцев, что это они были за Майданом, это же прямое, так сказать, это сердце внешней политики по отношению к Украине. Конфликт был поддержан американцами, он был инспирирован американцами и все. Теперь следующий шаг, они вмешиваются в Сирию, следующий шаг, они вмешиваются в Северную Корею. Они корабли посылали на Филиппины, где диктатор, который очень агрессивно настроен по отношению к американцам, и, наконец, Венесуэла. То есть, что делает Путин? Он показывает Трампу, что я глобальный игрок, я играю там, где я считаю нужным, и мне все равно, что вы думаете. Я вам еще раз повторяю, если вы не прекратите вмешиваться в дела других государств, я буду делать то, что считаю нужным. Его цель – посадить Трампа за стол, сделать Ялту-2, разделить мир на сферы влияния и сказать, вот граница моей сферы влияния, и вы, американцы, сюда больше не вмешиваетесь. Я обещаю не вмешиваться в вашу сферу влияния. И это он мечтает, такой договор может быть не на бумаге, но во всяком случае, достигнутый между двумя лидерами. И он считает, что только два лидера есть – это он и Соединенные Штаты. Ну, по крайней мере, те, кого он признает, да, но мы же видим, какие позиции вот в последнее время, в последние годы начинает занимать Китай, да, и тут, может, мы даже не догадываться о том, какой еще лидер появляется, да, и надо тоже это дело учитывать. Это очень важный фактор, потому что, вы знаете, много говорят о том, что, например, Китай не присоединился к санкциям Запада против России. Это правда, формально он не присоединился, но он абсолютно 100% поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. И что очень важно, де-факто, де-факто, он следует всем санкциям. Китайские банки государственные никаких кредитов русским не дают, несравнимые объемы торговли. У него объем торговли с Россией 60 миллиардов, а с Америкой 600. Поэтому позиция Китая очень важна, и ее, она неоднозначная. С ней надо уметь работать и использовать своих целей. Да, и пока что это, может, не такой яркий игрок, но я думаю, что это до поры до времени. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был чрезвычайный и полномочный посол Украины, директор дипломатической академии имени Геннадия Удовенко Сергей Корсунский. И я, Христина Стоит, с вами прощаюсь, но вы оставайтесь в TV-TV.